Добрый день дорогие братья и сестры! Неоднократно вспоминал, рассказывал людям, что излишнее усердие в молитве, особенно без благословения и ревностное горение иногда заканчивается психиатрической больницей, о чем есть ролики на моем канале, на которые рекомендую подписаться. И в свое время мне говорили, что в Санкт-Петербурге этих ревностных молитвенец творит Иисусовой молитвой 90% в женском отделении психиатрической больницы. А в 1934 году одна образованная девочка из Фессалоник, упражняющаяся в чтении сочиненного писания и молитвы, в один прекрасный день впала в меланхолию, потеряв способность произносить что-либо, кроме «горе мне, горе мне». Мать пришла в смятение от неожиданной перемены в состоянии дочери. Она благословляла ее святыми иконами, но девушка отказывалась прикладываться к ним, кричая «Это огонь! Это огонь!» и не хотела осеняться крестным знаменем. Ее силы привели в церковь, но и там она не находилась в покое, продолжая шептать «Горе! Горе! Это огонь! Пойдем! Пойдем отсюда!» К моменту выноса чаши ее охватило дрожь и трепет, и невозможно было открыть рот. Она отворачивала лицо. С огромным трудом все же удалось ее причастить, но она отвергла святые дары. Отчаявшись, решив, что их дочь страдает от какой-то нервной болезни, родители уложили ее в психиатрическую клинику. Однако, состояние ее здоровья не только не улучшилось, а обострилось. Девушку повезли в Афины, в надежде там найти более квалифицированных врачей. По пути в столицу родители встретились с людьми, которые почувствовали, что их дочь страдает душевным недугом, и что скорее ей нужна не медицинская божья помощь. Они сказали матери, ваша дочь не больна нервами, как вам это кажется, а одержима духом злобы. Ей нужна выщитка и священный елей. На Егине есть женский монастырь, в котором находятся мощи святого Нектаря Пентопольского, основателя обители. Он творит чудеса постоянно. Отвезите ее туда, святитель. Обязательно пожалеет вас и исцелит ее. По вере в им, родители привезли свою дочь на Егину. 29 апреля того же года дело оказалось не таким простым. Прибыв в монастырь, девушка отказалась поклониться мощам. Ее помазали маслом из лампадки. С трудом, с огромным трудом священнику удалось вычистить молитву. Всю ночь больная бушевала. Утром шесть монахинь, едва сдерживая ее, повели страдали в церковь. И она приняла скричать те же слова «Горе! Горе! Огонь!». В момент причастия понадобились новые усилия. В течение целого месяца священник ежедневно вычитывал на дне молитву. Поистине пути Господь неисповедимы. 28 мая, в день Святой Троицы и престольного праздника обители, девушка встала утром самостоятельно и совершенно спокойно и собранно отправила в церковь и причастилась к святых христовых тайн. Она была совершенно здорова. Во сне явился святитель, служивший литургию. Короче, сейчас с вами видим престол в храме святителя Николая Чудотворца на Корфу и частички мащественных апостолов Тимофея, Марка, Петра, Павла. Вот мы их сейчас видим. Апостол Тимофей, апостол Павла, апостол Петр, апостол Марк. Также там есть частички мащественных угодников Божьих Андрея Первозванного, Пантелима Насолителя и Лазера Четверодневного, который мы сейчас с вами увидим, который 400 лет уже находится в этом храме. И девушке, которая встала совершенно здоровой, явилась вот сейчас как раз с вами видим мощь святителя угодников Божьего апостола Андрея, великомученика Пантелима Насолителя и праведного Лазера Четверодневного. Вот они, частички их мащественных, довольно крупные. И после литургии, во сне явился святитель, который служил в литургии, и он сказал ей, благословил и сказал, ты исцелилась. И до 1 июня она прожила в монастыре и уехала избавлена своего недуга, благодаря Бога и святого угодника, святителя Нектария Гинского, Пентопольского, как его греки называют. За всем раскланиваю с вами, дорогие братья и сестры, из-за какие-то просьбы, пожелания подать записочки, помолиться в мащественных передовом Триомфонского чудотворца в монастыре Касапитра, в других местах святого острова Корфу. Пишите, звоните, скоро буду на Афоне, тоже можете писать. Мир вам, сердце любви, терпения. Все есть в описании, читайте описание, стараюсь интересные статьи выкладывать, также телефоны там, куда можно пожертвовать на российский номер, если есть желание и греческий.